так всем привет ребята это вторая часть нашего видео мы уже пленочку наклеили на наш свитч теперь будем непосредственно его включать нинтендо экранчик сказать всего 720p так он загружается нитендо свитч вот он говорит вставьте иконы вставляем же иконы так первый раз это дело в жизни о звук такой ты слышал это фирменная штука у них души ну выбираем язык наш русский язык а а у киев них тоже неудобно я бы бы сделал киева европа кто считает эти лицензионные соглашения о видел 5g сразу наш сеть этого 5g пароль часа нет давай воде пароль и пока вот я паузу делаю давай так но ну все соединение мы сделали выполнено соединение кей так теперь мы выбираем москва вы можете пульс концу на большом экране включите консоль телевизору то есть ну мы сделаем позже это будет третье видео как мы обзор непосредственно меню консоли уже будем делать через карту захват ну это пока позже а зачем отсоединить кстати они учат вот отсоединить вот тут кнопка есть нажимаешь и соединяешь типа обучение какой смотри все ценили помощью левого мини джойстика идите далее зачем нажмите а на правом контроле были наши конкретные так ну тут показано видите что ну что можно тут посоединяйте соединение это короче понятно пользователь будет добавлен в консоль важные данные принятие данные сохранения вот видишь кстати показано иконы соединены вот создать нового пользователя импортировать используется другой консоль интернет свитч но если у вас несколько консолей короче вы купили вторую вот или допустим потеряли ее там я не знаю цветного пользователя а вы же мне как-то новый пользователь тут я уже создан аккаунт ну тут короче можно сказать собственное занятие выберу линка зельды так ник давайте ник идем кстати вот мы обратили внимание здесь сенсор такой же чувствительный как на смартфонах не какой-то глюкнутый сенсор а вот реально как на смартфонах ну да вот ник ник и легко вводится всегда ну да так вы можете создать учетность с вашим персонажи быть и установить связь он необходим обновление системы вот собственно обновление возможно выполнить во время первой настройки консоли чтобы выполнить обновление системы позже нажмите home выберите но системы настройки системы понятно так ну значит получается что позже потому что я не обновил консоль я только вот короче позже вот если будут консоли пользоваться несколько человек можно добавить дополнительных пользователей санек решил там я еще кто-то допустим можно сказать сколько пользователей добавить ну как семья да да вот а nintendo switch онлайн они тут рассказывают да что это платные членские сервис мы про него тоже расскажем дополнительно в отдельном видео до в отдельном видео вот кому интересно посмотрите на создайте безопасный игровой среду для вашего ребенка но это радиус контроль вот нажмите кнопку home нажимаем для использования необходимо обновление системы вот и карты памяти даже микро давайте обновление системы давайте кстати попробуем до скорость закачки идет обновление объем там не написан обновление завершено а все уже какая там скорость то было я заодно посмотрю как она обновлено 700 мегабит секунды так и все что он обновил что-то опустить давайте а ладно у них такой а все что ли она обновилась да ладно так быстро время ты сам убивал ли она подтянулась его подтянулась а чё на правильно потянулся у темы они вот это вот мне нравится черная ну король ладно в этом и меню потом все сделаем тут настроим так а сейчас я хочу посмотреть в системе лучше технические техническая поддержка система вот да слушайте он нифига он так быстро обновил либо обновление такое будет а ну как бы маленькая то что звук стерео какие то есть еще моно стерео ну короче все ладно это все мы потом посмотрим где тут динамики то вот они вот да стерео динамики вот ну короче это самое это мы потом все настроим ну я имею ввиду наушников тут есть да вот наверху три с половиной вот ну блин чё могу сказать либо скорость 700 он взял что тут просто ну увидели мы прямо сейчас не можем протестировать а кстати давайте посмотрим так мы же хотели это в отдельном это самое надо мы отдельно ну короче мы только первое включение давайте зайдем в аккаунт свяжем с учетной записью как раз таки экранчик кстати принципе нормально смотрится так почти не бликует даже кстати на запись на видео так ну давайте сейчас я виду данные быстренько на паузу